Тайдрические артефакты Скайрима и Обливиона. Ну какая разница была в зачаровании? Давайте посмотрим. Друзья, всем привет, меня зовут Сагиром Иван. Это мой канал Мистер Кэт. Поехали! Друзья, я запустил самое, самое невероятное и самое нестандартное прохождение Скайрим Спешл Эдишн 2018. Ссылочка внизу на плейлист. Заходи, ты просто обязан это увидеть. Ну что, давайте сравним дайдрические артефакты Скайрима и Обливиона. И где, где же лучший эффект? Первый артефакт это маска Клавикуса Вайла. Смотрится, конечно, она эпично. Давайте посмотрим ее характеристики. Цены выгоднее на 20%. Прибавляет 10 к красноречию. Магия восстанавливается на 5% быстрее. С магией, конечно, бонус очень маленький. Вот так вот она эпично смотрится. Ну давайте сравним с Обливионом. А вот так вот, друзья, маска Клавикуса выглядит в Обливионе. The Elder Scrolls 4. Тоже полностью меняет нам лицо. Достойно. Очень достойно, друзья. Очень круто. Но давайте посмотрим ее характеристики. Заходим. Кстати, вот, видите? Она тоже полностью меняет наш облик. Становится брутальной такой мужик с бородой. И эффект. Повышение обаяния на 20 единиц. На себя. Что тоже. Тоже очень-очень неплохо. Как видите, броня у нее очень слабенькая. Всего лишь двоечка. Соответственно, она годится только. Только в основном для торговли. Ну, я вам скажу, это тоже. В Обливине очень-очень крутой бонус. Напишите, какая маска вам нравится больше. В Скайриме или в Обливине. Едем дальше. Друзья, на фоне мой сынок Ванюша. Для тех, кто не знает. Ну что, Роза Сангвина. Дайдрический артефакт Роза Сангвина. Вот так вот красиво она смотрится. Если зайдем в эффекты, то призывает Дримуру на 60 секунд. Что очень крутой бонус, друзья. Очень-очень крутой. Ну, давайте сравним ее с Обливионом. А вот так вот, друзья. Она выглядит в Обливине. Вы только посмотрите. Она все такая колючая-колючая. Да, тоже Роза. Сделана полностью из дерева. Но колючая она не просто так, друзья. Тут реально не просто так. Смотрите, Роза Сангвина на цель. И ничего не сказано. Смотрите, если мы просто используем, ничего не появляется. Но если мы используем на враге... Мимо, да? Появляется случайно-случайно. Или Дримора. Но, друзья. Он также после начинает атаковать вас. Вот почему тут Роза не такая имбовая Каскареми. Мне кажется, это более сбалансировано. Но также можно здесь качаться. На первых уровнях это, конечно, будет трудновато. Как видите, через время она исчезает. Нужно убежать и все. Но эффект, мне, честно говоря, понравился больше. Больше, чем в Скайриме. Напишите, какой эффект больше нравится вам. В Скайриме или в Облевении. Дайдрический артефакт булава Мологабала. Ого. Оружие вампира. Давайте посмотрим ее эффект. Предметы, оружие. Вот. Отнимает 25 единиц. Запас сил. Отнимает 25 единиц. Магия. Если противник умирает в течение трех секунд, заполняет камень душ. Смотрится очень, очень зловеще. Но какой же эффект в Облевении на ней? А вот так вот, друзья. Она выглядит в The Elder Scrolls 4. Достойно. Очень достойно. Колючая. Так. Эффекты. Давайте еще тут рассмотрим. Вот такая вот булава в Облевении. Дробящее оружие. Поглощение силы. 5 единиц на 10 секунд при ударе. И поглощение магии. 5 единиц на 10 секунд при ударе. То есть, она тут более универсальна против силачей и против магов. Для Облевина. Друзья, это очень, очень достойно. И очень неплохо. Ого. Ха. Крутая. Крутая. А какая понравилась вам больше? В Скайриме или в Облевине? Только давайте текстурно не придираться. Угу. Да, за этот диодрический артефакт я недавно делал видео. Разрушитель. Заклинаний. Невероятный. Невероятный щит. Один из лучших щитов в Скайриме, друзья. Его характеристики. Это при блокировании создаёт оберег, который защищает от заклинаний вплоть до 50. 60 единиц. Смотрится, конечно, очень круто и эпично. А вот, друзья, как он выглядит в Облевине. Очень схоже, да? Очень круто. Смотрите. Давайте его покрутим. Кто-то на меня напал там. Разрушитель заклинаний. Отражение заклинания на 30%. В игре Облевина вы можете собирать вещи, которые отражают заклинания. И, по-моему, можно собирать даже до соточки. Так что 30% это очень, очень крутой бонус на отражение заклинаний, друзья. Достойно. Очень достойно. Напишите. Напишите, какой вам щит нравится больше и с каким эффектом. Дейдрический артефакт. Череп. Порчи. Зловеще. Очень зловеще смотрится, друзья. Оружие. 20 единиц урона. Собранный у спящих людей сны. Увеличивает урон до 50. У меня по поводу его было видео, друзья. Если вы хотите, в секретах Skyrim'я можете посмотреть. Но какой он был в Облевионе? А вот так вот, друзья, он выглядит в Облевионе. Вы просто зацените. Не менее ужасно. Но очень схоже, да? Ну, понятно, вы брали именно отсюда. В Skyrim. Но, друзья, эффект у него просто невероятный. В разы лучше Skyrim'овского. Смотрите. Это порча на 30 секунд. Ну, что это? Какая-то порча. Давайте ее затестим. Смотрите. Вы используете на персонажа и появляется его копия. Вы представляете, как это круто будет. Против врагов, бандитов. Но на существ, друзья, это не распространяется. Я под впечатлением? Пускай берутся, а мы пойдем по своим делам. Уникальная броня. И артефакт. Это шкура спасителя. Особенно эпично смотрится, друзья. Она для режима выживания. Ну, согласитесь, с того самого, с клуба творчества. Эффекты. Одежда. Увеличивается сопротивление магии на 15%. Очень, очень круто для Skyrim'а. И увеличивается сопротивление ядом на 50%. 50%. 50%. Вот так вот она смотрится. Давайте сравнивать с обливианом. А вот так вот она выглядела в обливиане. Вы посмотрите. Да, тоже какая-то шкура какого-то животного. То ли медведя, непонятно. Давайте ее покрутим. Вот так вот она выглядит сзади. И какие же эффекты у нее. У нее, друзья, сопротивление магии аж на 25%. Вместо 15% на себя. Угу. Очень достойно. Очень, очень достойно, друзья. Для обливиана. Ого. Ого. Ого, друзья. Огромный диэдрический молот Wall and Run, друзья. Очень, очень сокрушительное и ужасное оружие. Оружие. Поглощение 50 единиц запас сил. Что очень неплохо. Можно очень часто совершать сокрушительные атаки. И удары. А вот, друзья, версия обливиана. Вы посмотрите, какие шипы с него выходят. Если таким ударишь, это все. Вот. Очень красиво, между прочим. Очень красиво. Но эти шипы, это, конечно, вообще жесть. Но, друзья, эффект у него просто поразительный. И мне нравится больше, чем в Скайриме. Смотрите. У него паралич на 3 секунды при ударе. Конечно, с такими шипами ударишь, что не то, что паралич. И понижение здоровья 5 единиц на 20 секунд при ударе. Ого. Эффект, конечно, лично по мне, эффект круче, чем в Скайриме. Если что, напишите, как думаете вы, друзья. Но молот реально очень, очень крутой. И здесь маленький молот. Фу, класс. Один из самых непредсказуемых и невероятных диэдрических артефактов. Это пасах Вабаджек, друзья. С его сумасшедшими просто эффектами. Луч Вабаджека оказывает непредсказуемый эффект. Он может превратить кого-то в сладкий рулет. Может в монетки. Может в дремору, который будет бежать на вас и вас атаковать. Особенно эффективно на драконах. Потому что наносится постоянный магический урон. И очень мощный. Хоть вы играете на новичке, хоть на легендарной сложности. Он сбалансированный, друзья. И особенно мне нравится прорисовка его здесь. Как будто он грустит. Здесь он злой. А здесь он сумасшедши веселый. Как сумасшедший Джокер. Ладненько, давайте посмотрим в Обливиане. Посох Вабаджек Обливиана. Текстурно, конечно, слабенько. Слабенько постарались его сделать каким-то супер-мега уникальным. Просто копался с какими-то вырезами. Эффект Вабаджек на цель. И все. Друзья, он тут работает так же, как в Скайриме. Вау. Может превратить в скелета. Который вызовет еще одного скелета. О, черт. А на этих скелетах не работает. А может превратить в Дайдрота. О, господи. Нет, нет, нет. Это никуда не годится. Отстань. О, черт. Он тут еще безумней. Или может превратить его. Просто в лань, друзья. И он убежит. Ага, все. Заряды закончились. Да, друзья. Тоже. Тоже непредсказуемый. Но какой вам нравится больше. Ай-ай-ай. Эбонитовый клинок, друзья. Эбонитовый ужасный клинок. Оружие. Поглащает эссенцию жизни ваших врагов. Закален в крови предательства. Ужасный. Ужасный артефакт, честно говоря. И не каждый его получает, честно говоря, и пользуется. Но давайте все-таки сравним еще, какой он был изначально в Обливиане. Эбонитовый клинок Обливиана. И мне, друзья, он нравится больше. Больше. Реально больше. Посмотрите. Выглядит очень красиво. Очень круто. И эффектное. Безмолвие на 10 секунд. Что очень полезно против магов. И поглощение здоровья. Давайте его опробуем. Иди сюда. Иди, мой... Ага. Хорош. Поставил сложность на соточку. Очень достойное, друзья. Очень достойное и крутое оружие. И версия Обливиана мне нравится намного. Намного больше. Ну, на этом все, друзья. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Комментируйте. И, может быть, сделать еще какие-то сравнения с Обливианом. Если что, пишите в комментариях. Все, друзья. Счастья вам. Спасибо. И пока. Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон».